Вчерашнего игрового дня я бы не сказал, что какой-то особенный ажиотаж, согласись, все как-то достаточно будет твориться что-то невообразимое, но мы даже с Георгием отметили приезд в Барселону, команды из спокоенчестра Юнайтед, противоречивые разговоры, потому что Сольшер главный тренер, новый главный тренер Юнайтед сказал, когда совсем юнцом и становился, превращался из мальчика в мужчину и... Ну и особенный матч для сегодняшних комментаторов, Георгий Черданцев и Константин Кенич в кое-то веки встретились с ним... Эти команды не встречались друг с другом с финала, который также проходил в Англии на Лиге... И надеюсь, что игра сегодня получится ярче и более захватывающей, чем, например, вчерашний поединок, например, уже 6 сезонов подряд на этой стадии за Барселону в Лиге Чемпионов не забивает. Сейчас Гимпред, 18-й капитан команды Янг, 20-й Долок, 23-й Шо, 39-й Мактомин и... Кто там сыграет? Серджио Роберто или Цемеду? Выбор пал у Эрнесто Вальверде на португальского защитника. Луис Суарес забивал в 2015 году ворота Ромы еще на групповой стадии. И в этом Суаресу вместе к Утиню нужно как-то укреплять количественно-обронительную линию. Суарес получает четная задача команды хозяев поля Манчестер Игнайдер, чтобы оставить шансы на ответную встречу. Какой-то странный Манайдер сыграть против Париса Инжермен на стадии 1-й восьмой финала Мактомин и... Подкат неудачный совершает Бускец и штрафной назначает Жан-Лука Рокки. Единственный игрок у Барселоны висящий, приходит на помощь. Фред и Рэшфорд у мяча. Рэшфорд! Ух, какой удар! Бум! Чуть в девятку у него гонил Маркус Рэшфорд. У него были проблемы, он был в лазарете перед этим матчем. Но, кстати, он намекал на то, что против Месси кто-то должен играть обязательно персонально. Либо это кто-то должен... Обратите внимание, какой разрыв между умениями, но... Вот есть быстроногий Рэшфорд и вот тактика, которую предлагает... В итоге выиграл 2-1. Что сказать про Барселону с Вильяреалом? Но вот после этой атаки момент мог быть опасным, но... Сезона, а вот и вынимай. Не, могло бы быть. Рано, рано. Еще подача. Суаре, скидка! Вот теперь уже вынимай. А вот теперь вынимай и... Забивать нет, афсайд, афсайд. Афсайд! Афсайд, пока гол не зачитан. И... Тут уже система вар. Но Георгий, конечно, как провидец, да? Выступил в этой ситуации. Уже здесь можно было, конечно, забивать вместе. Если бы он получше мяч обработал, но он его подработал... А где здесь, афсайд-то? Я тоже, если говоря, афсайда не вижу. Да нет, гол зачитают. Гол зачитают, потому что никакого афсайда у Луисуара не было. Да, секунду, секунду. Но вар, вар, вар. Сейчас, да, сейчас идет вар. Гол-чек, сейчас проверяют. Потому что Барселон действовал неторопливо, академично. Но класс есть класс. Да, и такой третий... Ой-ой-ой-ой-ой. Хотел сказать, третий раз Пике играет здорово. Боскет желтый получает. Но останется на будущий год. А удар с левой ноги. И удар совсем неудачно. Не получилось поднять Фреду мяч. Обязательно обыграть Манчестер Юнайтед. Для меня это Решвард, Решвард. Для меня это будет там принципиально ля-ля-ля-ля. Ну, в общем, много чего было сказано. Но потом, вроде как, Каутине признался, что у них есть крайних защитников. Даже и не думает о том, чтобы поддерживать атаки. Теперь же Барселона пытается за это оброниться. В свою очередь, кроме Луиса Суареса, практически полностью всей команды в аппароне. И крайне неудачные действия Лука. Куплет, пас, пас. Кричат. Полю Погба. Тут за нами болельщики Юнайтед. Красиво в падении играет головой Джорди Альба. Янг. Подача. Сэр Шигин на месте. Но так как сыграл Мисси, лежит на газоне и держится за лицо. Падение. Но есть Вар. Есть Вар. Да, болельщики сейчас требуют финансии. Выбивает мяч Артур Мелон. Может быть, для того, чтобы и Вар посмотрел этот момент. И бу-бу-бу. По контакту между Смолингом и Суаресом. Мы с Константином обратили на это внимание. Тут же через несколько минут следует... Вспомним, Барселона выбивала за пределы поля, чтобы могли оказать помощь Мисси. И на Коутини, но перебежал линию передачи Бразилии. Цешли Янг. Но мы уже давно не видим Барселону. Рюак, Рэшфорд. Поставил Куарпу. Теперь уже Барса. Но кроме двух, правда, остались впереди. Вот поле в целом, наверное, не стоит. Но Манчестерина этот, мне кажется, может добавлять. И добавлять после перерыва, играть свою команду. Вот сейчас. Только ты говоришь, что нет моментов. Как тут же момент возникает. Ух ты! Вручает, дыхая после удара Каутилёпа, Смолинга. Ну и опять ставит спину. Неплохо Суарес. Удар, реактор. Ушел Мактомин. Гуд кросс! Гуд кросс! Кричит Митюландом. Да, в группе. Это была бы желтая карточка вторая. Подача Рэшфорда! Ух ты! Какой момент! Куда сбьешь? Это должен был быть удар поворотом, но вместо удара почему-то мяч полетит. Момент был у Манчестер Юнайтед. Для того, чтобы вернуться в игру. Подача! Момент! Эшли Янг. Подача. Тейр Штеген все прекрасно видит. Ну и сам по себе. Вторая половина тайма однозначно остается за Юнайтед. Рэшфорд нету положением не игры, где Лукаку. Специальный вот такой лидерал. Это был третий угловой Барселонова. Юнайтед пока ни одного. Каутиньо. Левый центральный защитник. Где сейчас Москудич? Занесло его далеко, но продолжает Юнайтед атаковать. Месси практически на позиции опорника. Длинная передача. Пока далековато. Товорот. Рэшфорд. Лукаку открывается и справа там подтягивают силы. На каратке Каутиньо, Пятка и Суарен. Это было красиво. Комбинация Барселона с ударом через каблук. Еще один подход будет. Ох, как легко! Разобрался сейчас Месси одной передачи в большинстве своем. И таких как Барселона по дороге не попадалось Сольферу. Поэтому сейчас... Пока не очень заметен Хорват. И пока не очень полезно он действует. Барселона сейчас между ног пробросит, чтобы дать понять молодому, чтобы он так себя... Наверное, все-таки, как были три центральных защитника, такая танца у Манчестера Юнайтеда. Георгий Черданцев. Канцева Семеду. Второй в опорной зоне Бускетс. Он уже висит на желтой карточке. Не забываем об этом. Артур отчаянной борьбы. Ну и так, в принципе, скорости не поднимались, потому что некуда было бежать. Ну и больше ничего. Но Янг, Янг, подача не получается. Первый гол. Если в руку. Нет, не в руку. Потому что послушал сейчас Джан-Лука Ройки своего ассистента, как отстаянным клиентом, постоянным участником этого турнира Манчестер Юнайтед. В четвертинал они выходили 13 раз. Янг, Янг готовит подачу. В сторону футболитик мяч. Барселона справляется, но на чайду. Классный пас. Дал лоб против него. Но Ассамяду его опережает. И можно было делать раньше передача. В начале этого тайма вот прессинг уже на Терштегина. Терштегин отправляет мяч в борьбу. Смолинг в очередной не так здорово. Он выглядит как до получения повреждения. И вот она, любимая пара Барселоны в этом сезоне. Месси Альба, но ошибается. Аркти пытается запеть Ултрафорд. Подача. Выпрыгивает Линдельев. Справляется с этим угловым Барселоном. Альба. Не хватает резкости немного Барселоны. Барселон убедил с точера, что он тот нападающий, который нужен. В основном в составе принял участие в атакующей комбинации своей команды. И Решфорд. Но, кстати, как Барселона подстаскивает мяч в группе атакующих. Эшли Янг. Будет подача. Терштегин Решфорд. Баб переводит на Долота. Долот. Мяч получается. Меду ему помогает. Рагите чисто. Меду один день. Над другими своими ассистентами. Собрали целый консилиум. Советуется. И, скорее всего, второй будет Артур. Ну, посмотрим. Меду. Класс. Класс. Если бы попал еще Луис Суарес. Но замечательная передача от Нельсона Санеда. Да. Вместо Филиппа Паутинь выходит Артур Видаль. Хующе, потому что 1-0 это не тот счет, с которым можно ехать. Здорово. Ты, может быть, или не будет. Но и не просит. Ну, с другой стороны, Барселона и не Парис Сен-Жермен, который с трудом проходит вот эти вот базы обновляет. Сегодня Решфорд против Флангле. И... Остается у Манчестер Юнайтед. Дал отца. Не прошла эта передача. Еще раз. Да, получается классную передачу от Месси Семеду. Семеджи Роберто попадает. Семеджи Роберто его Мартиаль встречает. Фред Метти заброс прямо в руке. Да, да, пока нет необходимости совершенно в том, чтобы он включался на шесток. Янг справа, а по позиции просто заменил Мартиаль и вышел в центр нападения. Фактически Решфорд в сложной ситуации сохраняет его. Удар по ногам. Лингард тоже желтую сейчас получит. Вот так думать об этом, по крайней мере. Но если пропустить второй, то против Барселоны это действительно будет больше похоже на штрафной. Суарес там просит передачу на дальний. У них, видишь, в Месси зависимость. Именно он в дальней дистанции забил ворота Волверхэнтона. Подача! Подбор Важенлинг. Левый вариант не увидел. Ну, не пожадничал, наверное, не подходящий. Высокая. Бьет вместе низом. Рикошет. И на месте Давид Гассея.